МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Операторы бульдозеров сбивали мячи ковшом, поражали мишени-рыхлителем и преодолевали на время змейку. За награды чемпионата боролись представители 17-ти крупнейших предприятий страны. Главный приз отправился в Свердловскую область. И наши аплодисменты финалистов! Громче, друзья! Ребята, развивайте свои таланты, продолжайте работать на технике российского производства, на технике Четра, ну а, соответственно, на компании Четра процветание, увеличение объемов производства и новых разработок. На что способны чебоксарские бульдозеры, показали и потенциальным заказчикам. Понаблюдать за чемпионатом операторов пригласили представителей крупнейших компаний со всей страны. Они намерены подписать контракты с заводом. Благодаря поддержке правительства и открытой кредитной линии промтрактор выбрался из долговой ямы. Производство бульдозеров здесь снова поставили на поток. В тяжелые времена уже канули в лето, потому что при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, при поддержке новых акционеров концерта тракта завода ВЭБа мы все-таки выходим на те производственные мощности, которые бы изначально заданы в систему оздоровления гражданского дивизиона концерна. Если в прошлом году мы произвели всего 56 машин, то начиная с мая месяца на сегодняшний день мы уже произвели 86 машин, включая экспортные поставки. Завод есть, завод будет всегда существовать, поэтому вот только так могу прокомментировать. Что агрегатный завод, что промтрактор будет действовать, будет работать и будет производить востребованную технику, что промтрактора, что востребованные ходовые системы и запасные части, которые делаются на агрегатном заводе. Главная задача не просто вернуть докризисную долю на рынке, но и нарастить объемы. В идеале на промтракторе должны производить порядка 80 машин в месяц. Сейчас цеха загружена не на полную мощность, но все же у завода перспективы есть. Подписаны контракты на выпуск более 150 бульдозеров. Интерес к чебоксарской технике должен подогреть и прошедший чемпионат операторов. Самое главное, потребители техники могут посмотреть здесь, на месте, как производят технику, попробовать свои силы на нашем полигоне. Поэтому, естественно, какие встречи полезны. Я думаю, первый всероссийский чемпионат не последний. Сейчас на базе завода промтрактор выпускают машины, аналогов которым нет нигде. Экскаваторы комплектуют уникальная гидравлика и системой прогрева охлаждающей жидкости, которая помогает запустить двигатель даже при температуре минус 50. Тракторы оснащают специальными гусеницами из резиноармированных пластин, а трубоукладчики – высокопрочным механизмом, который может поднять более 100 тонн. Сегодня руководство страны и внешнеэкономик, как основной кредитор, они прекрасно себя осознают о том, что загрузка предприятия не имеется, заказа действительности и потребности в этих заводах имеются. Наши предприятия, находящиеся на территории республики, они наиболее подготовлены к современной экономике, если сравнивать даже по отношению к другим предприятиям, входящим в концерн, это и с Алтаем, и с Владимиром, и с другими регионами. Предприятия также кредитуются этим же внешнеэкономбанком, дальше также кредитуются. То есть возобновляемая линия, которая имеет, она имеет силу свою. То есть предприятие задолжено заказами. Если мы сейчас побываем на главном конвейере, мы увидим, что там происходит сборка тракторов. Если мы приедем в вагон, в трактор вагона, мы увидим, что там собираются вагоны. Сегодня идет подписание соглашения с веб-лизингом по выпуске 5000 вагонов. После простоя цехов необходимо выйти на прежние рынки сбыта, и восстановить былой имидж торговой марки. Мы возвращаем доверие к нашему продукту и к нашим партнерам. Эта работа, она постоянно будет, и я думаю, что дальше будет идти. Хороший год, 12-й был у концерна. Понятно, что сегодня связано с отсутствием оборотных средств, но все-таки проблемы присутствуют, и поэтому предприятие не может до конца загрузиться. На завод уже начали поступать заказы из-за рубежа. Вернуться на планку 2012 года удастся очень скоро, уверены здесь. Сейчас у промтрактора есть все шансы снова стать крупнейшим производителем промышленной техники в стране. Со слов руководителя предприятия, до декабря техника законтрактована, то есть идет сейчас работа уже по 2018 году, поэтому я надеюсь, что все будет нормально. Сейчас в цехах завода производят более 20 машин в месяц. Долги перед работниками сокращены. В то же время появилась информация о возможном банкротстве концерна. В региональном Минеке отмечают, что если оправдается негативный сценарий, то работникам предприятия будет оказана поддержка. В случае, если произойдет какой-то негатив, и часть людей будет высвобождаться, там, следит еще раз говорю, вот эта процедура, то, безусловно, у нас в бюджете предусмотрены деньги для того, чтобы переобучить и дать новую квалификацию рабочим, и трудоустроить их на других предприятиях. Даже если процедура банкротства будет введена, то это не значит, что заводы наши остановятся. Жизнь концерна, жизнь предприятий наших, еще раз говорю, наши предприятия, они из всего концерна, ну, я не говорю, не беру военный дивизион, они самые и востребованные, да, и перспективные. Я бы там, мог бы за остальные регионы попереживать, да, но вот наши предприятия, я говорю, они оснащены более новым оборудованием, здесь более квалифицированы люди, и более востребованы продукции, чем по сравнению с другими. Специалисты считают, что банкротство скажется негативно только на военном дивизионе концерна. Члены наблюдательного совета Внешэкономбанка сейчас выступают за то, чтобы заводы, выпускающие продукцию для гражданского сектора, продолжали свою работу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова